Всем привет! У меня на канале размещен рассказ про мою работу на Воткинском машиностроительном заводе. Куда я попал по распределению, с семьей, с маленьким ребенком. Сначала у меня там складывалось все как-то не очень. Потом были некоторые интересные вещи, которые вы можете послушать в рассказе. И я к третьему году своей работой по распределению стал начальником бюро персональных ИВМ. Мы получили однокомнатную квартиру на пятом этаже без лифта. Но недели через две после получения квартиры произошел сюрприз. И в этой квартире мы не жили ни дня. А сюрприз был такой, что мне принесли повестку. Повестку в армию на два года. Двугодичником. У меня в институте была военная кафедра, я был лейтенант. Я показал вот эту повестку заместитель начальника отдела, который меня курировал. Он обалдел, он не понял сначала. Значит еще раз. А в чем была просто нелепость ситуации? Завод, на котором я работал, выпускал ракеты СС-20. То есть щит Родины. Я был начальником бюро на заводе, который выпускает ракеты СС-20. А меня хотели призвать куда-то отправить, надеть на меня сапоги и чтобы я по плацу бегал. Ну, с этого завода никогда никого, никуда, ни в какую армию, то есть это вообще было исключено. Это звучало абсурдно. Соответственно, вот мое начальство, оно даже, да, это говорит, ошиблись наверно. Позвонили в военкомат, сбегали. В военкомате говорят, езжайте в республику, в республиканский, в Ижевск, потому что у нас приказ четкий упаковать и отправить. Ну, что делать? Мы поехали в республиканский военкомат вместе с замначалика отдела. Приезжаем в Ижевск, там к военкому. И нам показывают такую папочку, в которой много-много листов. И говорят, поедешь служить, ничего не получится, бесполезно. А там вот в этой папочке списки поименные. И он показывает мне мое имя, фамилия, отчество с приказом призвать меня в армию на два года. И подписано все это. Он в конце показал подпись. Это подпись министра обороны. То есть, министр обороны подписывал поименные списки на призыв. То это такое было. Это было уникальное, конечно, в истории Советского Союза явление. Подписывал министр, чтобы не отмазывались. И списки были поименные. То есть, обычно приходит разнарядка, там призвать 20-30 человек, 2-годичников призвать и отправить. Вот такие-то специальности и все. И там уже выбирают, призывают кого призвать, кого не призвать, кого отмажут, кого не отмажут. А здесь нет. Здесь четко пришел поименный список, который надо выполнить. Все. Это приказ, который нужно выполнить. И никогда там завод, СС-20 никого не волнует. Все. Чемодан, вокзал, войсковая часть. Еще раз. Что это было? Как оказалось, это был СССР, в котором все строилось на вранье. И вот Михаил Сергеевич Горбачев ляпнул, что Советский Союз в порядке доброй воли сократит 500 тысяч кадровых. Вот 500 тысяч военнослужащих, офицеров будут сокращены. Мы сокращаем армию. А в Министерстве обороны подошли творческие. Чтобы сократить 500 тысяч, надо набрать 500 тысяч двугодичников. Пусть там пару месяцев потолкаются. И потом их всех уволить. И, соответственно, по документам получается, мы уволили 500 тысяч офицеров. То есть, вот такая дурилка для Запада. Для наивных простофиль. Как мы советские, какие мы мудрые и как мы всех можем обмануть. Соответственно, для этого вот таких, как я, взяли списками и призвали. Никаких вариантов не было и пришлось ехать. Дальше будет запись, которая была сделана ранее. Которую я наговорил когда-то, когда ощущения еще были более свежими. Так что слушайте, а предысторию вы уже знаете. Меня вызывает военкомат и в военкомате майор говорит, мы как гуманисты дадим вам справить Новый год с семьей. Поэтому в войсковую часть вы должны будете прибыть 3 января. А прибыть я должен буду в Приозерск, Джасказганской области. А я эту географию знаю. Раньше это была Карагандинская область, потом отделили Карагандинскую от Джасказганской. Это в Казахстане, центральный Казахстан. Я этому майору говорю, что это все хорошо, даже если я в понедельник похмелюсь и вечером поеду. Но там двое суток с лишним ехать с пересадками. Двое с половиной суток. Я говорю, я никак не успеваю. Он подумал, подумал и отсрочку не дал до 5 января. То есть 5 января я должен был прибыть туда. Без семьи сначала, потом семья, позже. И выписывают мне документы проездные до города Джасказган. Поскольку это Джасказганская область, вот тебе Джасказган, а там на автобусе доедешь. Но мне помогло опять же знание географии тех мест. То есть Джасказганская область вообще-то, это примерно 5 Австрий. Ну и чуть-чуть не хватает, чтобы быть размером с Францию. То есть это просто гигантская территория. И расстояние между городом Джасказган и Приозерском аккурат 900 километров. 900. Соответственно, если меня туда на поезде привезут, то дальше вот как добираться 900 километров, там на каком автобусе, ну это уму непостижимо. Я ему объясняю ситуацию, они там думают, шушукаются. Я ему говорю, вы мне выпишите проездные документы, пожалуйста, до станции Сарышаган. Ну я уже узнал, что к чему, вот Сарышаган это и есть. Он назывался официально полигон Сарышаган. Ну хотя в военных кругах это приозерском. Ну отправляют меня. Но меня выручило знание географии. Потому что я из тех краев, скажем так. А многие географию-то вот эту не знали. И вот я знал парня. Он тоже попал под призыв и его отправили в вот этот Джасказган. Зима, январь. Вот зима там. Это вот 22-25, вот она настала всю зиму. Можно на термометр, можно не смотреть. И он приезжает в этот Джасказган. Там ему говорят, о парень, ну тебе 900 километров. Он садится на какой-то автобус. То есть ему с несколькими пересадками надо на автобусе ехать. А там ты едешь по пустыне. Вот между населенными пунктами, если 50 километров, это близко. А так 100-120 вот нормально. Между соседями и населенными пунктами. И дорогу зимой там метель все переметает. И если вот придет техника пробить. Хорошо, не придут. Ну разворачивайся назад, езжай, если бензина хватит. И он в этом автобусе их замело. И он отморозил пальца ног. Отморозил так хорошо, что вот пока его не уволили потом, вместе со всеми двугодичниками. Он вот между госпиталем и домом курсировал. Вот такая у него была служба. А я уверен, что вот этот призыв, который в Министерстве обороны наврать захотели. Он обошелся. Ну кто-то ноги отморозил. Я думаю, что несколько трупов было. Это обязательно. Кто-то за это заплатил. У кого-то жизненные планы нарушились. Это просто потому, что этим уродом из Министерства обороны надо было вот так обмануть Америку. Обманули в итоге там через пару лет. К счастью этого Советского Союза не стало совсем. Да обманывались. Ну да ладно. В общем прибываю я туда ночью. Станция Сарашаган. Все куда-то бегут. Я не знаю куда бежать. В результате я еще 4 часа ночью там ждал автобус. Вокзал не отапливается естественно. Ну вокзал это громко сказано. Это просто помещение. Ну я там чуть дуба не дал, но доехал добрался. Добрался и пошел в отдел кадров. В отдел кадров представляться. И там полковник, начальник отдела кадров, он мне говорит все ваше назначение уже там готовы. Вы едете на измерительный пункт, на точку и там пройдет ваша служба. Надеюсь вам понравится. Что это такое измерительный пункт? Что это такое за точка? То есть полигон занимал пустыню Бигпагдала. Это такая пустыня, перевод дословный, голодная степь. То есть это не песок пустыня, а это такая земля просто, которая там пару недель весной там цветочки появляются. Потом все это сгорает. Летом страшная жара, зимой страшный холод и воды нету. То есть там вот голодная степь. То есть это такая, ну это страшное место. Туда попадешь, если вот там солдат на вот этих части, на вот этих измерительных пунктах. Пожалуйста, хочешь убегать, убегай. Тебя никто там ловить не будет, никто там искать тебя не будет. Тебя или волки съедят или там скорпионы или просто копыт отбросишь и все. Никуда ты не даешь. Такие расстояния и такие условия, что ни зимой, ни летом никогда ты не пройдешь. Там пускали ракеты. То есть на западе этого полигона был Байконур и Капустин Яр. То есть они пускают ракету оттуда. Ракета летит, а на востоке вот этот Приозерск. Там штаб, там научная часть, там вот эти промышленники все. Там вот сам испытательный полигон вот этот. А по дороге между ними, по пустыне, через каждые там восемьдесят километров, шестьдесятки, ну через какое-то расстояние, стоят вот эти измерительные пункты. Ну это радиолокатор, который измеряет траекторию полета и передает данные в центр, в Приозерск. Вот этот измерительный пункт, это в составе роты обычно. То есть там вот рота, есть солдатики, которые там вот эту технику там обслуживают. Они же сами там как-то готовят, своя какая-то котельная есть. Ну то есть вот это такая точка, где там сотня человек пытается выжить. Естественно там офицер без семьи. Никаких семей там естественно нет. Там вообще ничего нет. Снабжение, машина проходит редко. То есть никакой железной дороги вообще нет. Дорог асфальтированных тоже нет. И зимой не пройдешь снег. Летом можно пройти, когда сухо. Весна-осень не пройдешь, потому что там колея. Ну просто там не на одной технике, на танке можно проехать. И на побывку раз в два месяца вертолетом доставляют тебя там на несколько дней к семье, потом назад. Перспектива такая обалденная. Я все это послушал. Ну я примерно представлял о чем речь идет. До этого информацию собрал. И вот мне говорят, вот ты на измерительный пункт поедешь, будешь там служить. Ну и я сижу уже приуныл. И этот полковник читает, листает мои документы. Говорит, а вы кем собственно работали? Я говорю, я работал начальником бюро персональных ИВМ на военном заводе. Он говорит, а вы персональный ИВМ все вот знаете. Я говорю, ну конечно, я как бы ими занимался там и программированием. Все, вот бюро, мы занимались внедрением персональных ИВМ. Он говорит, опаньки. И говорит, все, ваше назначение на точку, на измерительный пункт отменяется. Я сейчас позвоню, вот в два места. Кто первый придет, тому вас и отдам. Как оказалось, они незадолго до этого получили информацию, что им придет на полигон вот эта техника, персональные компьютеры. И отделу кадров соответственно дали поручение где-то найти специалистов, которые бы понимали что-то в этих персональных компьютерах. Ну и соответственно тут я нарисовался, вот такой, сам с неба свалился. Первым прибежал полковник, такой из двухгодичников. Хороший мужик, мы с ним потом, нормально. Вот общались, меня в охапку и поволок. Таким образом я попал в часть. Ну в этой части я будучи лейтенантом, я там через месяц получил старшего лейтенанта, был самый младший офицер. То есть части солдат не было вообще, солдат-сержантов не было. Были только офицеры. Это такая научная исследовательская часть была раньше. Потом ее переименовали, там просто номер стал. Вот такая фактически это инженерная работа. Кроме инженерной работы, там была и нормальная солдатская, вот эта офицерская служба. То есть там и караулы, и вот эти марж-броски, какие-то там тренировки водительского состава. И старше машины, естественно младший офицер. Ну все вот эти неприятные дела были на мне, как у самого младшего по званию в части. Ну там регулярные вот эти были марж-броски на грузовиках. Называлось это якобы, это тренировка к целине. Потому что в Советском Союзе было, если урожая нет, то плохо, а если урожай есть, то еще хуже. То есть собрать надо со всего Советского Союза какие-то за тысячи километров грузовики ехали, которые там половина не могла доехать, потому что рухлядь. Ну вот, мы тренировались, вот эти по пустыне ездили на этих грузовиках, якобы тренировка к целине. На самом деле грузили экскаватор, ехали в оазис, в оазис и срывали землю. Эту землю привозили этими грузовиками на дачу командиров, чтобы у них помидоры хорошо росли. Ну вот как-то так. Каждая такая поездка, каждый такой, заканчивался 1-2-3 трупа, это обязательно. Один раз на моих глазах, впереди бочка ехала, но бочка может быть или полная или пустая. Вот если бочка полупустая, то на этом бездорожье, на этих канавах, в этой колее машину-то болтает. Вода тоже болтается внутри, создает инерцию и машина переворачивается. Ну вот у меня на глазах перевертыш, водитель труп, офицер калека. Вертолет прилетел, забрал. Вот ездили земли командиром для помидоров, так было. Что за город? Город Приозерск, ну такой, это очень милый городок, то есть там это курорт летом. Это на берегу Балхаша, Балхаш летом хорошо прогревается. Там хороший пляж, такой галечный, крупная галька, круглая такая, не острая. Ну то есть рыбалка, у меня там потом дача была на берегу озера, так же как сейчас. И там рыбы конечно полно. И осетр Балхаше опять же за осетром на другую сторону, правда ходили. Привозили осетрину, икра была. Ну все там, у меня была коптильная горячая, коптильная холодная, но это уже потом конечно, после службы. В этом городе что? Снабжение было получше, чем в Удмуртии на заводе. Конечно гораздо лучше, там бывали болгарские помидоры в собственном соку, всякие-то вот куры, какие-то колбасы, ну что-то такое бывало. Но это было в 89-м году, в 90-м году все это как-то неожиданно кончилось. И там тоже стало так голодновато. Но все равно вот как-то жить можно было. Мне сразу дали квартиру. То есть город состоял из двух частей как бы. Вот одна часть это вот кирпичные нормальные пятиэтажки. Ну такие неплохие. Это меньшая часть города, а большая часть города это такие трехэтажные панельные дома. Их строили временно, потому что это все было временно. Ну ничего более постоянного, чем временное нету. И эти дома должны были уже давно сами упасть, но они не падали. Но там внутри была катастрофа полная, там холодно. Там стены снаружи красили белой краской отражающей, чтобы летом не угореть от жары. Зимой там был страшный холод. Так как это все строилось временно, там не стали рыть теплотрассы. То есть все коммуникации, там вода, отопление, все это было проложено по верху. По поверхности, наружные трассы. А климат там очень суровый. То есть зимой там становится минус 22. Вот эта зима у нас будет минус 22. Все, вот она стала. 3-4 месяца ты можешь термометр не смотреть по утрам. Вот оно минус 22. Небо всегда ясное, звезд полное небо. Антициклон, всегда антициклон. То есть это все открыто арктическому вот этому воздуху. То есть Урал гадина вдоль, вместо того чтобы быть поперек. Соответственно ничего не мешало вот этому арктическому воздуху проникать вплоть до самого юга Казахстана. Вот поэтому там вот эти места и такие малопригодные для жизни в общем-то в плане климата. Ну и вот там зимой очень холодно. Все эти теплотрассы естественно там все это зимой рвало. Это было сделано из труб металлических. Пластика еще естественно не было. Металлические трубы в Советском Союзе делать толком не умели. Они ржавели. Они все это делалось такой постоянные сварщики на этих трубах сидели. Я потом с этим столкнулся. У меня как раз была фирма, которая занималась котельными и теплотрассами вот этим всем. Ну вот в бытовом плане конечно было ну не люкс. Город веселый был. Парад проводился. Обязательно в каждом два раза в год бывало там парады. Тренировались к парадам. На параде там С-300 комплекс прямо посреди города. Вот на площади центральной развертывали С-300. Ну вот такая немножко милитаристская такая эстетика. Но было весело. Было КПП, то есть там посторонние не могли попасть в этот город. Была проблема с водой. То есть там военные естественно они молодцы. Они вот ракетное топливо, там дифтол. Вот это все в озеро. Куда еще? Вот это все попадало в озеро. Воду пить не рекомендовалось. Действительно пить эту воду было не надо. А другой вот это не было. Поэтому там бочками привозили питьевую воду. Вот ты из канистры бежишь. На велосипеде я ездил и вот эти набираешь вот канистры в эту воду, Которые там для чайника, для супчика. Потому что там ту, что из крана пить не рекомендовалось. Только для душа. Ну, как-то так. Про службу. На этом закончилась первая часть рассказа. Продолжение непосредственно про мою службу и про доблестные подвиги на благо Родины. Будут во второй части. Поверьте, вторая часть будет уже не столько суровая. Сурово климатичная. А скорее прикольная и с некоторым удивлением неужели такое действительно может быть. Итак, смотрите вторую часть. Подпишитесь на канал, включите уведомления, поставьте лайк. Напишите комментарий и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok